Вы на канале Марков, и сегодня я поделюсь с вами теориями к третьему сезону сериала Мажор, а также мы рассмотрим несколько кадров со съемок. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и приятного просмотра. Первая теория касается Игнатьева и Игоря. Как нам с вами дали понять, Игнатьев выжил. Правда, каким образом, непонятно. Объяснить этот факт действительно невозможно. А что если Пряников все же на стороне Игоря? Что если Пряников и Игнатьев в сговоре? И Игнатьев заранее знал, что на него будет покушение, и сумел инсценировать свою смерть. На нескольких фото видно, как Игнатьев прячется в одном из загородных домов. Вместе с ними киллер, который убил отца Игоря, и сам Игорь тоже находится рядом. Если Пряников предупредил Игнатьева, то это бы объяснило то, как Игнатьеву удалось выжить. Естественно, существует и такой вариант, что Игнатьеву повезло, и Пряников действительно на стороне Фишера. Но что-то мне кажется, что в нужный момент Пряников встанет на сторону Игоря и поможет ему в борьбе с Фишером. Ставьте лайк, если уже хотите увидеть третий сезон. Что касается Фишера, то здесь всё предельно ясно. Он мстит. Мстит за то, что когда-то отец Игоря и Игнатьев украли у него бизнес. Возможно, здесь и замешана мать Игоря. Скорее всего, именно он её и убил. И под финал сезона Игорь узнает это и убьёт его, тем самым закончив эту историю. Если всё так и будет, то сериал обретёт логический финал, и третий сезон станет последним. Исходя из одного видео со съёмок, я сделал вывод, что это снимает первую серию третьего сезона. Ведь одежда Игоря и Кати полностью такая же, как и в последней серии второго сезона. На следующих фото со съёмок Игоря идет бедно. Ведь денег у него не осталось, и существовать он будет только за счёт проданной машины. Как я уже говорил ранее, у него появится байк, но только на пару серий. Жека будет иметь много денег. Это мы видим по его внешнему виду. Скорее всего, он поможет Игорю с местом жительства. Ещё одна теория касается любовной линии. В отделе появится новый персонаж. Как мы видим, у них с Викой будут не совсем рабочие отношения. Так что, возможно, в конце сезона Игорь останется с Катей, а Вика с этим новым персонажем. Но это всего лишь одна из возможных любовных теорий. Не откидываем и такой вариант, что кто-то может и умереть. Думаю, если это и случится, то будет это Катя. Хотя, зная непредсказуемость этого сериала, даже для Игоря всё может очень плохо закончиться. Как мы видим по фото, в опасности будет Игорь и Катя. Скорее всего, именно Фишер захочет убрать их с своего пути. В любом случае, какой бы финал нас ни ждал, он будет безусловно интересным и непредсказуемым. В одной из серий будут похищать сестру Вики. Также нам стало известно, что в сериале снимется Иван Жвакин, но у него будет роль плохого персонажа, и он появится в нескольких сериях. Так что я предполагаю, что именно его персонаж похитит сестру Вики. Но есть и такой вариант, что он сын Фишера или вообще имеет какое-то родственное отношение к Игорю. Помимо Фишера, у Игоря будет ещё один враг. Какой именно, это неизвестно. Но это уже точно будет не Стас. И это точно. Вика будет почти весь сезон ходить в положении, так что не стоит ждать того, что она родит в первых сериях. Возможно, она и вовсе не родит, хотя это и маловероятно. Говорить о теориях можно очень много. Так что если вы хотите ещё видео с теориями, то ставьте лайк, и тем самым я пойму, что вам нравятся такие видео. А на сегодня всё. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok